Продолжение следует... А это для тех отношений, которые ещё живые, и которые надо не просто внутренне отпустить, а нужно прямо наладить. Теперь пару слов о том, что такое медитация и как её делать для тех, у кого это впервые. Когда мы делаем тот тип медитации, который будет сейчас, это очень точное выполнение инструкции, и не более того. То есть это не какая-то эзотерическая данность, которая на вас сваливается и может свалиться, а может не свалиться. А это фактически я буду давать указания. Делай так, делай так, и после этого делай вот это. Просто это делание будет касаться где-то чувств, где-то эмоций, где-то ощущений в теле. Но всё вот это нужно делать на пятёрочку, как если бы что-то очень важное зависело от того, насколько глубоко и с отдачей, и с откликом вы это сделаете. Поэтому я буду делать мою часть работы, а вы будете делать вашу часть работы. И эта часть, она невероятно важная. На те слова, которые я буду произносить, нужно искать внутренний отклик и стараться почувствовать это получше. Хорошо? Вот. И мы с вами можем потихонечку начинать. Сядьте удобно. Настройтесь на то, что вы хотите простить. Потому что нет ничего более важного, чем именно ваше намерение. И может быть даже намерения и хватило бы. Но мы сейчас ещё этому намерению немножко поможем. Выберите человека, которого вам хочется простить. Кого-то, с кем вы находитесь в отношениях. И давайте подготовимся. И медленный, спокойный выдох. С удовольствием. И постарайтесь почувствовать себя максимально комфортно. Мы с вами собираемся сделать что-то хорошее. И это хорошее делается из чувства комфорта. Из чувства удовольствия. Из чувства расслабления. Представьте, как ваше тело откликается на ваше намерение. И начинает открываться вот этому состояние медитации. И состояние упрощения. Почувствуйте, как напряжение уходит из ног. Стопы ног могут начать немножко нагреваться. Что-то отпускает внутри. Вам становится приятно. Тело начинает отдыхать. И расслабление начинает подниматься наверх. Ощущаться в коленях. В ведрах. Расслабляется крестец. Расслабляется живот. Если в каких-то местах расслабляется сложнее, чем в других, вы можете положить туда руку. И почувствовать, как под вашим собственным прикосновением ваше тело стало послушным. И стало отдыхать. Стало освобождаться. И может быть, часть каких-то мелких обид выйдет прямо сейчас. Вот с этой повседневной усталостью. Из нас выходит усталость. И вместе с ней выходят обиды. Выходит чувство вины. И вы чувствуете, как все тело освобождается от этого всего. И становится более легким. Более умиротворенным. Как будто вы более чистеньким. А расслабление поднимается в сердце. И наполняет ваше сердце каким-то теплым чувством. Если у вас обиды легкие и маленькие, они от этого выйдут сами. И вы почувствуете, как это произошло. И поблагодарите свое тело за то, что оно их отпустило. Как ненужный груз. А если обиды побольше, то вы можете почувствовать некий дискомфорт внутри. Но это не страшно. Просто принимайте это состояние. Потому что в конце нашей своей медитации вы от него освободитесь. Но для того, чтобы освободиться, нужно сначала осознать. Поэтому если где-то вы чувствуете в теле напряжение, которое пока не выходит, просто дайте ему время. Нам очень важно давать себе время. Это означает заботу по отношению к самим себе. Когда мы хотим кого-то простить, мы проявляем заботу. Мы проявляем тепло. И по отношению к самим себе. И по отношению ко всему окружающему миру. И вы можете заметить, как расслабление внутри вас растет. Поднимается наверх. Охватывает плечи. И плечи опускаются. И что-то внутри освобождается. И вы чувствуете удовольствие в теле от этого. И это удовольствие перетекает в голову. Расслабляются мышцы на лице. И вы чувствуете себя в безопасности. Вы должны понимать, что прощение это проявление силы. А для того, чтобы мы смогли так проявиться, мы должны чувствовать себя очень комфортно. и сейчас мы вспоминаем это состояние комфорта, из которого у нас все получается. скажите себе, что вы собираетесь простить. Понимаете, зачем вы это делаете. и по-настоящему хотите этой внутренней свободы. И попросите внутреннее благословение на то, чтобы легко все отпустить. А затем представьте себе напротив образ того человека, которого вы собираетесь прощать. Или может быть человека, перед которым вы собираетесь извиниться. Это работает в обе стороны. Представьте себе этого человека. Поставьте его или ее на комфортном для себя расстоянии. И внимательно рассмотрите. Для того, чтобы что-то изменить, нужно это сначала осознать. И сейчас, когда вы рассматриваете этот образ, уследите за своими ощущениями. Что вы чувствуете? Если вы чувствуете дискомфорт и боль от какой-то обиды, где эта боль располагается в теле? Насколько она большая? Насколько это дискомфортно? Не бойтесь честно признаться, о себе в этих ощущениях. Потому что только таким образом можно их трансформировать. Обида заключает в себе огромное количество энергии, которая тратится на поддержание этой обиды. И для того, чтобы эту энергию выпустить, освободить наше внимание, нужно сначала понять, где что находится. Поэтому смотрите пристально и внимательно на этого человека. И просто осознавайте свои ощущения. И если внутри вас мало боли, то это очень хорошо. И вы молодец. И вы правильно проживаете свою жизнь. Или почти. А если внутри вас много боли и много обиды, то поблагодарите себя за то, что сегодня именно тот день, когда вы начинаете с этим прощаться. Потому что когда-то с этим придется попрощаться. Мы не можем постоянно держаться за наши обиды. Поэтому даже в чувстве дискомфорта просто продолжайте наблюдать. И вы увидите, как только от того, что вы наблюдаете, вы как будто бы переварили за какой-то порог. И под вашим взглядом эти обиды по чуть-чуть в своем темпе потихонечку начинают растворяться. Вы не можете себе объяснить, куда они уходят. Но на самом деле можете почувствовать, что как только уходят маленький-маленький кусочек обиды, вы начинаете лучше себя чувствовать. У вас становится внутри теплее. У вас меняется взгляд. И по мере того, как вы просто осознаете свои чувства, даже образ этого человека может начать меняться. Изменения в ваших ощущениях приносят реальные изменения в вашей ситуации. И теперь, когда мы осознали свои чувства, давайте осознаем чувства другого человека. Переместите свое внимание туда. Как вы думаете, как чувствуют он или она? Ведь обида никогда не бывает так, чтобы незаметной. Она создается двумя людьми. И очень редко в семейных отношениях кто-то один прав, а кто-то другой прав. Как себя чувствует этот человек напротив? и, скорее всего, вы заметите, что ему тоже больно. Просто как-то немного по-своему. Люди в этом смысле отличаются, но не похожи друг на друга. И он может свои дискомфорты, или свою боль, или она проживать не так, как мы. Обращать внимание на какие-то другие вещи. Но все равно, если это близкий человек, а вы чувствуете обиду, то это значит, он чувствует, что ему не хватает вашей любви. Или она. Обида блокирует нашу способность общаться друг с другом. Осознайте сейчас чувствовать у другого человека. Как ему там. и примите чувства другого человека. Примите, что он имеет на них право. Примите, что есть вещи, которые для него или для нее важны. Может быть, вы тоже где-то его ранили, больно или невольно, за столько-то лет. вспомните и почувствуйте, а какими ваши отношения были вначале. Открутите время назад. Вот до того, как стали накапливаться ваши обиды. вспомните, как вы его выбирали. Как этот человек вообще оказался рядом в вашей жизни. Он или она явно вызывали в вас отклик, вызывали внутреннее цепло, вызывали душевное движение. И почувствуйте, как даже если вам приходится пройти через какое-то количество боли, вы все равно сейчас можете прикоснуться к этому чувству. Прикоснуться к тому, как оно было когда-то. И это очень-очень важный момент. Это нахождение той точки стабильности, из которой вы становитесь тем человеком, который может сделать. Который может почувствовать по-другому. Который обладает достаточной для этого силой. Обладает достаточной для этого внутренней стабильностью. И если вы посмотрите на него теми глазами или на нее, то вы начнете видеть по-другому. И все то, что происходило затем тоже изменится. Вы вспомните все радостные и счастливые моменты, которые вы пережили вместе. Как семья. Или просто как близкие люди. Семейные праздники. Подарки. Поездки. Встречи с друзьями. Любой вид тепла, который когда-либо происходил между вами. Потому что вы же по-прежнему в этих отношениях. Значит, что-то по-прежнему очень сильно их скрепляет. И нужно к этому вернуться. И отдать должное этим чувствам. Вспомнить, как вы пережили вместе какие-нибудь неприятности. как вы были рядом. Как каждый переживал по-звоему и старался поддерживать другого человека. Как мог. Как могла. Как умел. И вы справились. Потому что вместе вы создаете что-то очень ценное. Вы создаете какую-то парную внутреннюю силу. И даже если где-то в ходе истории она немножко поломалась, мы всегда можем вернуться к этому ощущению. И когда мы внутренне к нему прикоснемся, она начнет в нас работать. Совместный опыт в людях он очень многому учит. Учит уступать, учит поддерживать, учит беречь друг друга. Если вы женаты, то вспомните вы давали друг другу обещание. Вы выбирали этого человека. Вы хотели, чтобы он был рядом. И вы обещали поддерживать его и в горе, и в радости. И даже в собственных обидах, и даже сквозь собственные обиды. Вы все равно обещали его поддерживать. И сейчас можно заняться именно этим. И вспомните, наверное, уже в вашей жизни был опыт, когда вам удалось простить. Может быть, по мелочи. Помните, как это приятно ощущалось, когда вы учились прощать друг друга. И какой-то был важный опыт в вашей жизни. Прощать и принимать друг друга со всеми недостатками, привычками. И когда вы чувствовали, как на место старых обид, приходит нежность, приходит забота. И сделайте еще один глубокий вдох. И расслабьтесь еще сильнее. И отпустите это все. Отпустите всякую там жизненную правильность. мнение свое, желание быть правым. И подумайте о том, что раз вы делаете эту медитацию, то намного сильнее, чем быть правым, вы хотите быть счастливым. Вы хотите чувствовать нежность. Вы хотите быть тем человеком, который эту нежность испытывает и способен дарить. И почувствуйте, как ваша нежность вышла из вас и коснулась этого другого человека, вашего любимого или любимой. и как это облачко стало менять ваше пространство. И может быть вы увидите, как он или она улыбаются и благодарят вас за то, что вы делаете сейчас. А может быть вы улыбнетесь сами. А может быть вам захочется не сразу взяться за руки, но хотя бы сделать шаг в направлении друг друга. Может быть вы давно друг друга не обнимали. Может быть вы можете обнять друг друга прямо сейчас. А если нет, то просто побудьте в своих чувствах, сфокусировавшись на нежности и открытости, потому что это приятные чувства. И фокусируясь на них, просто подождите. Иногда нам нужно время для того, чтобы что-то такое в нашем теле перещелкнуло и мы почувствовали отклик, почувствовали желание обнять своего любимого человека, почувствовали, как он ценит это или она и обнимает нас в ответ. Дайте себе ему или ей столько времени, сколько нужно. Сейчас запись закончится, а вы сможете продолжать находиться в этих ощущениях. И чем больше тепла вы сможете испытать сейчас, тем прочнее и крепче станет ваш союз. тепло, и чем регулярнее и стабильнее ваше тепло, тем быстрее будет меняться мир вокруг, тем ярче вы будете ощущать вашу связь, тем легче вам будет открываться навстречу друг другу, и тем быстрее вы увидите отклик на ваше старание, потому что сейчас вы стараетесь и вы молодец, вы выбрали какой-то очень правильный путь, сформулировали очень правильные намерения и уже успели получить удовольствие от того, как вы это делаете. И очень скоро удовольствие от этого получат все, а жизнь начнет меняться. делайте глубокий вдох. Вдох. Вдох.